Так, это второй в моей жизни хостел. Маленький обзор ванной и туалета. И заранее заспойлерю, у меня есть некие такие впечатления, что он лучше, чем некий промо-подобный номер из Victory Be Mine 5 звезд в Турции. Промо-подобный это такой, знаете, промо-рум это плохой номер в Турции. Значит, вот нам в первый раз такой дали, мы потом его поменяли. Вот он был не очень, а это лучше. Уймище туалетки. Значит, чистенько. Между прочим, между прочим, стекло натуральное. Вот это поворот. А еще важно, то, что душ, туалет чистейший, простыни, стиранные. Ты чувствуешь, как они, вот знаете, из стиральной машиночки, такие поглаженные были. Это великолепный хостел, я не знаю, что может быть лучше этого хостела, но может быть лучше только моя квартира в Запорожье. Точнее, по документам она не моя, но и вы поняли. Я сегодня жгу. Так, значит, ну-ка, я сейчас зайду в кадр, оцените душ. Чего ржать, а? Мы серьезную тему обсуждаем, это просто дай вам белье. Душ у нас... Хорошим напором. Это плюс. Мыло есть. Горячая вода, горячущая вода. Есть. И с вами, как всегда, я, риэлторская компания. Термобелье, белье, энд компани, продажа того, чем я не владею. Значит, не помню название этого хостела, но для потенциальных его покупателей шикарная система закрытия дверей в душе. Она даже не располнана. Сейчас это не степка, она не раскрывается сама. Очень удобно. Некоторые вещи здесь уже видавшие виды, но тут очень чисто. Не так, как в предыдущем хостеле, и это однозначный плюс. Раковина. Раковина у нас... Ой, упал. Значит, раковина у нас с нормальным напором воды. Ну, как везде здесь. Есть мыло. Тут туалетная бумага есть, но ее сейчас там нет. Звучит странно. Еще, еще, цена за одну ночь здесь 105 злотых. Это ни много ни мало, на двоих 105 злотых. Это ни много ни мало нормально для такого хостела. Я бы сказал, я бы сказал, идеально для такого хостела. Но на завтра, вот завтра уже будет пятница, и ночь с пятницы на субботу будет стоить вам уже под 500 злотых. Но это центр Кракова, не стоит забывать. Вид из окна мы вам покажем завтра. А сейчас, последний раз, полюбуемся на эти замечательные двери. С натуральным стеклом. Не какое-то там орк-стекло. Намек на орков понят, да? О, кажется, мимо меня прошел. Там, за дверью прошел папа. Ну да, папа-н-да. Блок на две комнаты. Это наша. Это чья-то. Не знаю, чья. Я не проверял. Извините. У нас на мете рискуют какие-то технические проблемы. Оно называется автодатчик выключения света. Двери, ну, не перестают меня удивлять. Они подрастающие с обоих сторон. Теперь внимание. Сейчас резко опускаю вниз резко. Паркет! Объясняю, чем я так прям восхитился. Настоящий деревянный паркет. Без выбоя. В хорошем состоянии. В хостеле. Вы думаете, такое часто встречается? Нет. Но я, правда, не был во многих хостелах, поэтому я могу сказать, что в прошлом такого не было. А в пятизвездочном турецком отеле Victory Be Mine, между прочим, был рейтинг 4,8. Но оказалось, что все не так уж радужно. А рейтинг этого отеля я вам скажу завтра. Продолжение следует...